Субъекты власти Субъекты власти Субъекты власти Субъекты власти Субъекты власти Другой пример политического разделения Это отказ граждан от участия В политической жизни общества Есть такая форма разделения Как абсентеизм От английского absent отсутствовать Абсентеизмом называется сознательный отказ Граждан от участия в выборах Не только в качестве кандидата Но и в качестве избирателя В современном мире считается, что Участие в выборах это право гражданина Но не его обязанность Тем не менее, существуют страны Где за абсентеизм существуют Административные наказания Например, в Австралии Человек, который не пришел на избирательный участок Должен заплатить штраф В размере 100 австралийских долларов Это чуть меньше, чем 100 долларов США А в Пакистане За систематическое неучастие в выборах Человек может быть даже подвергнут аресту На срок до 6 месяцев Абсентеизм является характерной чертой Авторитарного политического режима Дело в том, что в условиях тоталитаризма Государство вместе с остальной официальной идеологией Внушают людям и необходимость участия в выборах Поэтому случаи отказа от участия в выборах Там достаточно редки В условиях демократии люди понимают Что от того, придут они на избирательные участки Или нет, многое зависит в их собственной стране И поэтому там явка избирателей Тоже должна быть достаточно высокой В условиях авторитарного политического режима Люди могут не принимать участие в выборах потому Что они думают, что все вопросы уже давным-давно решены Той элитой, которая находится у власти Ведь эта элита обладает определенным авторитетом Впрочем, время от времени случается, что абсентеизм Принимает довольно яркую форму и в демократических государствах Такое происходит обычно в тех случаях Когда политических партий становится либо слишком много Либо слишком мало То есть выбор обычному человеку сделать бывает непросто Государство, безусловно, должно предпринимать определенные меры Для того, чтобы люди ходили на выборы Но заставить их это делать силой довольно сложно В любом случае мы должны с вами понимать Что политическое разделение — это бесперспективный вид политического поведения человека Каждый человек, хочет он того или нет, включен в общество А значит, политические процессы, вне всякого сомнения, затронуты его Так лучше быть человеком, который влияет на эти политические процессы А в отдельных случаях даже управляет ими Чем просто вести себя как определенный социальный объект Общество помогает человеку включиться в политическую жизнь Дело в том, что одной из функций общества является функция социализации Различные агенты социализации, государства, политические партии и даже семья Призваны сформировать у человека представление о политическом процессе и политическом поведении В ходе политической социализации у человека формируется тот или иной уровень политической культуры Традиционное определение политической культуры звучит следующим образом Политическая культура — это система взглядов, ценностей, установок и образцов поведения Посредством которых человек и общество воспринимают и оценивают политические явления Сам термин был предложен еще в XVIII веке немецким просветителем Иоганном Гердером Сегодня политической культурой в той или иной степени обладает каждый человек Каждый из нас имеет определенные представления Пусть даже не вполне сформировавшиеся О том, каким должно быть государство с нашей точки зрения В 1963 году вышла в свет книга американских политологов Габриэля Алмонда и Синная Верба Которая так и называлась политическая культура Алмонд и Верба подразделили политическую культуру на три типа Первый из них — это патриархальная Которая характеризуется тем, что люди фактически отстранены от процесса принятия политических решений Вторая — это подданическая или традиционная Когда люди передоверяют принятие всех политических решений своим представителям или монарху Наконец, последний тип политической культуры — это активистская или так называемая культура участия В рамках которой люди сами непосредственно принимают все политические решения Безусловно, в разных странах в разные эпохи доминировали разные типы политических культур Это обязательно нужно учитывать, когда государство проводит те или иные преобразования Различного рода революционные преобразования или преобразования, связанные с модернизацией Могут быть негативно восприняты в тех политических культурах, которые не предполагают активного участия граждан в политическом процессе Алмонд и Верба считают, что подданическая и активистская политические культуры Должны сочетаться в некое единое целое, так называемую гражданскую политическую культуру Именно эту синтезную культуру они считают основой современного демократического общества С точки зрения Алмонда и Вербы, да и с точки зрения многих современных политологов Человеку в условиях демократии приходится не только самому принимать решения Но и подчиняться тем требованиям, которые предъявляет государство То есть в каких-то случаях он ведет себя как политически активный субъект, а в каких-то случаях как подданный Не такую существенную, но все-таки довольно заметную разницу мы можем видеть в политических культурах, распространенных на территории России В наших исследованиях по избирательному праву и избирательному процессу существует даже специальное понятие «красный пояс» Политологи заметили, что на выборах в 90-е годы многие регионы Российской Федерации Обычно расположенные к югу от центральной осевой линии нашей страны Голосовали традиционно за коммунистов Сейчас этот «красный пояс» несколько размыт голосованием за другие партии Но тем не менее есть области, которые на протяжении всех 20 лет существования независимой России Неуклонно голосуют за КПРФ На других выборах, которые проводились в 1990-е годы Многие окраинные регионы России голосовали за ЛДПР Получается, что в программе ЛДПР были какие-то условия или пункты Которые в наибольшей степени устраивали именно приграничные территории нашего государства Подобного рода случаи традиционного голосования характерны не только для России, но и для других стран мира Например, в Соединенных Штатах Америки есть штаты, которые традиционно голосуют за республиканцев И есть штаты, голоса которых традиционно отдаются демократической партии США Государство в целом должно быть заинтересовано в том, чтобы каждый человек проявлял себя как субъект политической жизни Именно с этой целью государство активно осуществляет политическую социализацию В первую очередь это происходит в школах Одной из задач изучения курса общества знания является формирование гражданина То есть создание у вас представления об определенной политической культуре Вы наверняка можете задать вопрос Понятно, что от президента Российской Федерации зависит многое От президента Соединенных Штатов Америки, от генерального секретаря Организации Объединенных Наций, от глав других государств Может зависеть тоже достаточно многое Что же зависит конкретно от меня? Можно привести много примеров, когда внешне незаметные люди Не игравшие не то что серьезной, но вообще практически никакой роли в политической жизни общества Становились причиной крупномасштабных изменений В Соединенных Штатах Америки до начала 1960-х годов осуществлялась программа расовой сегрегации Когда темнокожие и белое население Америки обладало разными магазинами Отдавало детей учиться в разные школы и даже в общественном транспорте эта сегрегация проявлялась В частности, в автобусах передняя и средняя часть салона, там где есть сидячие места, традиционно отдавалась белым А темнокожие население Америки должно было стоять на задней площадке В 1955 году одна из темнокожих гражданок США, некая Роза Паркс, прошла с задней площадки вперед и села на освободившееся место Когда вошла белая гражданка Соединенных Штатов Америки, кондуктор потребовал, чтобы Паркс уступила ей незаконно Занятое место, Паркс отказалась это сделать Роза Паркс была приговорена к серьезному наказанию Но зато она стала одним из символов борьбы темнокожих жителей Америки за свои права Наряду с Мартином Лютером Кингом Этот пример показывает, что люди вполне могут повлиять на политическую ситуацию в своей стране Даже в том случае, если они не занимают никаких видных постов Пример Розы Паркс наиболее показателен потому, что эта женщина не занимала никакого официального поста ни в каких организациях И даже, судя по всему, не обладала лидерскими качествами Вместо нее движение негров за свои права в Америке возглавили другие люди Конечно же, человек, который обладает лидерскими качествами, обладает и гораздо большими возможностями повлиять на политическую жизнь в своем государстве О политических лидерах и способах, как ими стать, мы поговорим с вами в следующий раз А наш сегодняшний урок на этом окончен Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok